Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я у себя на канале выкладываю не только те видео, которые самостоятельно создаю, но еще и периодически выкладываю те видео, которые мне присылают зрители. И в сегодняшнем видосе мы посмотрим открытие от Тимура. Тимур, огромное тебе спасибо за то, что прислал свой видосик ко мне на почту. И мы посмотрим, ребят, открытие 20 бомбических контейнеров из соответствующей рулетки. Что у Тимура получилось, я, честно говоря, не видел, но и, соответственно, хочу это заценить вместе с вами. Так что давайте потихоньку начинать. Итак, ребят, первый контейнер из первого контейнера, 28 тысяч свободки, черные ящики, 200 голды. Ну, в целом, старт, я бы сказал, неплохой. Могло быть гораздо хуже, но и так сойдет. Плюс 300 с золотом, второй контейнер. Черный ящик. Без каких-то дополнительных плюшек, я так понимаю, что здесь будет совсем скудненько, скорее всего. И да, всего лишь соточка золота. Маловато, маловато, конечно. Вспоминаю свое открытие. Черный ящик. У меня где-то плюс-минус то же самое было. Да, я там практически в ноль смог вернуться по рулетке, но все равно был не удовлетворен. Еще 100 с золотом. Грустненько. Грустненько пока. Прям до одури. Ну, а тут что-то жирное. Ничего себе! Концепт 1Б падает. Десятка, ребят. Десяточка приземляется в ангар к Тимуру. Это круто. Да чтоб тебя! ВК 9001П и 3000 с золотом! Тимур! Давай, собирай шмотки и погнали со мной вместе в казино. Будем вместе с тобой тусить и на рулетку ставить. Слушай, с тобой только открывать что-то. Слышали этот звук? Это кто-то подписался? Берите пример, ребят. Мистический контейнер. Что в мистике у нас? Ну, давай ему еще сертификат. Нет, нет сертификата. Но, слушайте, две десятки. Две десятки легло в ангар. Причем, одна из них действительно крутая. Я про ВК-шечку сейчас говорю. Да, вот здесь как-то вообще нульцево. Друзья мои дорогие, напишите свое мнение по поводу концепта 1Б и 9001П. Кто для вас круче? А только что было полторушка золота, между прочим, и еще 200 плюс мистик. Напишите. Я лично считаю, что ВК гораздо круче, нежели концепт 1Б. А концепт 1Б, он какой-то однообразный. А на ВК действительно можно гораздо разнообразнее себя вести в боях. Плюс 500 золота. Ничего. 8 контейнеров осталось. И что дальше будет? Ну, давай ему еще одну какую-нибудь тачку. Так, чтобы прям совсем, совсем козырно было. 300 золота. Я, кстати, обратил внимание, что у Тимура как-то не получается в черных ящиках выше по уровню подниматься. То есть ему просто открываются черные ящики, оттуда падает немножко голодишки. И на этом, в принципе, все. 100 золота плюс еще один дополнительный контейнер бомбический. Ключик от запертого контейнера. 500 золота. 100 голды. Ну, давай. Давай, подогрей его еще. Подогрей немножечко. Хотя бы восьмерочку дай какую-нибудь. 30 дней према. Ну, не знаю. Если Тимур качает что-то, то 30 дней према лишними не будут однозначно. Ну и все. Последний контейнер. Что из последнего контейнера? Собери все и 500 голды. 28 тысяч свободного опыта. Все, ребят. На этом открытие контейнеров закончилось. Ну что? Что могу сказать от себя? Я лично считаю, что в целом упало неплохо. Если брать просто как 20 контейнеров, из которых получил Тимур две десятки. Одна из которых действительно годная. Стоит также отметить, что Тимур изначально мне сказал по поводу того, что танков, которые ему выпали, правда он не уточнял, что именно, у него в ангаре не было. Ну и таким образом я не осмелюсь заявлять по поводу прям грандиозного открытия данных контейнеров, но хотел бы услышать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение по поводу того, что вы считаете по теме открытия данных контейнеров. Окупился Тимур или нет? Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю везения в контейнерах и рулетках, если вы их крутите и открываете. Ну и, друзья мои, обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok